сегодня я не буду рассказывать вам о нашем шверботе и о том как мы делаем основание для мачты из кардана лексуса сегодня мы расскажем вам о человеке который своими ручками вот такими построил яхту больше чем наша ходит на него белгороднесорскому лиману катает людей выходит черное море участвуют в регатах меня зовут алексей хочу поделиться опытом истории своей лодки и и постройки реализацию своей детской мечты а вот и крепление они приходят сюда это наружные крепления и помогал зацеплены на планку на уголок болтами через и разгружена через планку и на выставки узел здесь крепление теля идет через уголок то есть он тоже зацеплен за шпангу вот через шпильки какие-то их тут получается 1 2 3 4 5 6 7 такой вот по высоте а по ширине где-то такой же я как бы не а до этого был был была какая-то яхта швиртбот что-то был парусный катамаран простор который да и все был опыт на судомодельном школе еще в классе шестом шестом это нашел 1 одесситов вот у нее были и целом 5 парусов лебедки блоков кучу и спинакер новый огромный просто он даже чуть больше чем не нужно до спинакер был чуть-чуть порван это нужно его отремонтировать там несложное и не критичное и он все это ну как бы достает достает но я понимаю что мне все нужно а денег нет у меня собой было 700 долларов всего на всего а там только спинакер стоит ну да класс говорит все и что у него был корпус какой-то реечный сделали прям серьезно там уже начало есть шашля короче ну не реализовал свою мечту и ну хоть ты ее реализуешь одно условие у меня я пригласил и он был занят такой человек у меня была целая история была депрессия даже я и когда начал искать паруса лебедки мне начали опускаться руки мне начали опускаться руки я я понимал что я уже не везу моментом осталось к 1000 долларов было еще жить если быть честным и откровенным то сегодня первый раз был море на скажем так на яхте многие спрашивают меня а ты вообще пробовал когда-то был на яхте может тебе не понравится может морская болеть может еще что-то и я в принципе всегда отвечал это не может не понравится что-то и что-то и Пришла идея у меня, я как раз пришел только с рейса и саккумулировал где-то 4 тысячи долларов. У меня была сумма, но в то время это были деньги, неплохие, это был вроде бы, если я не ошибаюсь, 13-й год, 13-й, да, и я захожу сюда на прищало, я помню, с пивом, с сигаретами, вижу лодки, я не знал, что у нас есть вообще какие-то парусники, что они ходят, не знал как, честно, вот, как раз был май месяц, и все готовились, к спуску, на воду. Я надо подходить, интересоваться, вот я бы себе взял бы лодочку, а что почем, ну и как бы, ну, сучали там цены разные, ну, смотрю на эти лодки, ну, хлам, ну, старые, знаешь, да нет, ну, как-то все деньги отдать из-за хлам, как-то неохота, а самому если, ну, здесь построить. Они так на меня все глянули, сказали, грубо, иди-ка ты отсюда. Ну, уже проходит время, через друга мы как-то общаемся, и я ему, как бы, тему всю, всю рассказываю, говорит, ну, слушай, я знаю, я знаю человека, кто, кто в теме, кто тебя поддержит, Гриша. Говорит, ну, окей, давай к нему съездим. И мы прям в этот же день, после разговора, сели, ну, Григорию. Поехали. Поехали. И начали мы строить с ним. Это было, конечно, интересное время. После того, что мы там и кушали в том гараже, чтобы не отвлекаться. Ушло на корпус, именно собрать корпус, без заклейки, без ничего. Ушло где-то около 4 месяцев. Потом я ушел в рейс на полгода. Вот, пришел с рейса. Начал в августе оклейку корпуса. Ушло у меня 2 месяца на оклейку корпуса. И в эти же 2 месяца, я считаю, мы сделали лафет и начали делать киль. Уже, ну, с другим товарищем. Уже оклейку я делал Саши, мой друг. Вот. А корпус, ну, собирали с Гришей. И потом я уже все остальное, я заканчивал сам. То есть, мы клеили корпус, начали делать киль. И я закончил киль делать сам тоже, уже сваркой тоже. Занялся сам. Мачту собирал. Киллаж, все устанавливал, все шпатлевал. Все продумывал, все сам дальше. Мне понравилось.